Все вы слышали звук бластера из Звёздных двоев. А знаете ли вы, как этот звук был получен? Звукооператор бил гаечным ключом по длинному металлическому тросу и приставлял микрофон прямо к нему. Чтобы получить такой же звук, мы подвесили за два конца пружину, намотанную из 60 метров стальной проволоки. Прикреплённый на одном её конце пластиковый стаканчик работает как резонатор и усиливает звук, тон которого понижается от высокого к низкому. Запишем этот звук на микрофон, установленный прямо под стаканчиком, и проанализируем его в программе Spectrum Lab. Здесь по горизонтали отложено время, а по вертикали частота сигнала. Отметим на графике момент удара по дальнему концу пружины. Примерно через одну десятую секунды к микрофону дошли высокочастотные колебания на частоте 5000 Гц, а затем сюда приходили колебания со всё меньшей и меньшей частотой. А откуда на графике взялся второй, более слабый сигнал? Его дают волны, которые прошли тройную длину пружины, дважды отразившись от её концов. Здесь колебания на частотах выше 3000 Гц уже ослабли, ниже порога чувствительности микрофона. И на тройном расстоянии низкочастотные волны ещё сильнее отстают от высокочастотных. Посмотрим на процесс распространения волн в замедленной съёмке. Вот пошёл импульс от удара. Он отразился от другого конца, и коротковолновые колебания идут впереди, а длинноволновые следуют за ними. Короткие волны уже прошли туда и обратно два раза, а длинные только сейчас отражаются от ближнего конца пружины на второй раз. Если звук распространяется по воздуху или по натянутой струне, короткие высокочастотные и длинные низкочастотные звуковые волны движутся с одинаковой скоростью. А пружина – это не натянутая струна, но упругая стальная проволока, свитая в спираль. В такой проволоке короткие высокочастотные волны движутся быстрее длинных низкочастотных, чем и обеспечивается наблюдаемый эффект расплывания звука. Когда мы ударяем по пружине, в ней возбуждается короткий импульс, который содержит в себе колебания самых разных длин волн. В этой компьютерной модели хорошо видно, как коротковолновые высокочастотные колебания убегают вперед, а длинноволновые низкочастотные движутся медленно, так что пока они проходят по стержню один раз, высокочастотные успевают сделать это несколько раз. Зависимость скорости волн от их частоты называется дисперсией. Этот эффект отвечает и за появление радуги, и за сложную картину волн на поверхности воды за движущимся кораблем. Но об этом мы поговорим в других фильмах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова